Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Я приветствую вас на фестивале Манны. Я в отеле American Colony. Это самый старый отель на Святой Земле. Его построили христианские миссионеры, а в этом отеле был написан Псалом «Хорошо на душе у меня». Это удивительная история, но у нас нет времени, чтобы рассказать ее. Но я хочу поделиться с вами учением, которое очень важно. Я считаю, это одно из важнейших посланий, которым я делился на фестивале Манны с практической точки зрения. Буду говорить о том, как исцелить сокруженное сердце. О секретах восстановления разбитых сердец. Прежде чем вы скажете, «А, сегодня проповедь не о пророчествах, я не буду слушать». Знаете, это одно из лучших посланий, какие я только проповедовал. Это правда. Оставайтесь с нами. Несколько лет назад у нашей подруги появились боли в груди. Она пошла к доктору, и он сказал ей, что у нее синдром разбитого сердца. Я никогда не слышал об этом ранее. Это проблема, которая связана с эмоциями, со стрессом, который заставляет сердце вести себя так, словно у вас приступ. Я вспомнил стих из Евангелия от Луки 4 главы, где Иисус сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовестовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, опустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Иисус пришел, дабы исцелить разбитые или сокрушенные сердца. Я начал изучать фразу «сокрушенные сердца», и вот в Евангелии от Луки 4 главе на греческом «сокрушенный сердцем» означает «подавленный», «разбитый», «побитый» или «разбитый на кусочки». Я исследовал эту фразу в Ветхом и в Новом Завете и понял, что эта фраза означает что-то, что постоянно истощает вас, давит на вас. Снова и снова, пока не начинает воздействовать эмоционально, телесно и духовно. Я решил исследовать этимологию этого слова, и одно из образных значений этой фразы звучит так. «Два камня, которые становятся гладкими благодаря постоянному трению». Если взять два камня и тереть их друг от друга, то вы сотрете камень. Если посмотреть на фразу «сокрушенный сердцем» и на ее значение, то мы увидим, что оно означает давление, которое оказывается на вас, стирая вас, пока не истощит полностью. Мы знаем, что есть много вещей, от которых разбивается сердцем. Например, если кто-то теряет любимого человека, с которым прожил в браке много лет, то сердце этого человека разбивается. Мы знаем, что взбунтовавшиеся дети — это скорбь для семьи. В таких случаях сердце матери, которое ощущает особую связь с детьми, разбивается. Мы знаем, что бывают и другие вещи. Люди оказываются в тюрьме, получая пожизненные сроки. Это разбивает сердца родителям. Также бывает и с неизлечимой болезнью. Доктора отказываются от вас. Это приводит к тому, что в сердце человек разбивается. Мы хотим поделиться с вами тем, что об этом говорит Иисус. Библия говорит, что Иисус пришел, дабы исцелить сокрушенных сердцем. Когда Иисус впервые сказал об этом в Назарете, Он цитировал Ветхий Завет. А конкретно это Исайя, 61 глава, 1 и 2 стихи. Вы можете посмотреть это место после выпуска. Там говорится, что Дух Господень на нем. И там есть эта фраза. Он пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем. Исайя говорит о духе тяжести и о том, что Бог даст людям славную одежду вместо унылого духа. Когда ваше сердце разбито, когда ваши обстоятельства настолько тяжелы, что вы ощущаете ношу или бремя в груди, я не говорю, что у вас должны быть боли в груди или сердечный приступ, но вы ощущаете что-то в своем теле. Может быть, это признак разбитого сердца. Я хочу поделиться с вами радостной вестью. Ветхий и Новый Завет цитирует 1 стих. Но в Новозаветном греческом сокрушенное сердцем — это нечто раздавленное, разбитое на куски, раздробленное, болезненное. Опять же, это может привести к реальному сердечному приступу. Часто доктора говорят, что не все, что люди едят, приводит к сердечному приступу, но то, что съедает их. То есть вопрос не только в том, что попало в вас, а в давление, которое идет изнутри. В Новом Завете Иисус сказал, что исцелит сокрушенных сердцем. Одно из имен Бога в Ветхом Завете — «Ягова Рафа» или «Я, Господь, Целитель Твой». Слово «Рафа» означало устройство для плетения тканей. Раньше к ним крепились гири или камни, чтобы во время плетения ткань не стянулась. И когда мы говорим о слове «исцелять», то оно происходит от звука двух ударяющихся камней. Это слово означает «два ударяющихся камня». Вот откуда появилась идея исцеления. Это как бы такой звук «Рафа», «Рафа», «Рафа». Ткацкий станок позволял объединить разные волокна в ткань. И когда мы говорим об исцелении, то, учитывая этимологию слова, мы понимаем, что оно означает «шить то, что было разорвано». Когда мы говорим о телесном исцелении, то понимаем, что Бог берет то, что оказалось, не на своем месте и ставит туда, куда нужно, на свое место. Мы также говорили о том, что эмоциональное исцеление очень важно. Бог заделывает в вас дырки, чтобы радость не вытекала. Ведь если вы нездоровы, вам тяжело удерживать в себе радость от Господа, потому что она вытекает из вас. Вам тяжело удерживать в себе мир Божий, потому что он вытекает из вас. Многие из вас понимают, что я имею в виду, потому что недавно пережили в своей жизни вещи, от которых разбилось ваше сердце. Вы не можете сконцентрироваться на присутствии Божьем, на Его делах, потому что каждое утро вы просыпаетесь с духом страха. Корень слова «исцеление» на еврите, опять же, говорит о ткацком станке, который сшивает что-то воедино. Иисус исцеляет сокрушенных сердцем. Он перевязывает их ран. Это слово на греческом означает «завязать что-то крепко». Раньше люди ходили в тюрбаны. Если кто-то получал травму, то они брали тюрбан и обматывали рану тканью, чтобы остановить кровотечение. Солдаты делали подобное на войне во Вьетнаме. Всех военных учат, что нужно крепко перевязать рану, чтобы остановить кровотечение. И когда Господь говорит о том, что перевязывает рану, то это значит, что Бог приходит к вам, чтобы остановить кровотечение. Это не обязательно телесное кровотечение. Бог приходит к вам, чтобы исцелить и перевязать вашу рану. Ведь если эту рану не перевязать, вы умрете от потери крови. Если вы позволите сокрушенному сердцу и стрессу давить на вас и дальше, то все хорошее, что Бог желает вам дать, праведность, мир, радость в Святом Духе, все это просто исчезнет. Вы не сможете спать по ночам, потому что лишились мира. Вы не можете радоваться. Вы будете проводить время с внуками, ходить за покупками, гулять, но не будете наслаждаться этим, потому что вам больно. И ваше сердце концентрируется только на этом, только на боли. Мы на минутку обратимся к теме эмоционального исцеления. За долгие годы служения я увидел, что многим тяжело получить исцеление, потому что они смотрят на то, что было в прошлом. Они оценивают свое будущее, обвиняя других. Вообще, у Америки есть одна проблема. Менталитет жертвы. Если что-то идет не так, на местном или городском уровне, внезапно все становятся жертвами. Они считают себя жертвами правительства, штата или системы. А если вы собираетесь жить, считая других виновными, вам будет тяжело. Мы видим, как белые обвиняют афроамериканцев. И наоборот. Также латиноамериканцы обвиняют афроамериканцев. И наоборот, опять же, мы можем взять все этнические группы. Белых, черных, испанцев, азиатов. Если мы не будем осторожны, то начнем обвинять другую этническую группу, делая ее козлом отпущения. Но скажу вам, дамы и господа, это должно прекратиться. Мы все можем говорить, что стали жертвами, что нами воспользовались. У всех нас есть дядя, тетя, брат или сестра, с которыми система правосудия обошлась жестоко. Но если мы всегда живем прошлым, то не получим исцеления сердца. Мы лишь станем похожими на фараона. Наше сердце ожесточится, и мы не сможем войти в свое будущее, оглядываясь назад на то, что случилось 10, 30, 100 или 300 лет тому назад. Вы не продвинетесь вперед, если будете оглядываться постоянно только назад. Иисус сказал, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для царства Божьего». Вспомните жену Лота. Библия говорит, что жена Лота оглянулась и стала соляным столпом. Она навеки застряла в одном месте, потому что не пошла вперед. Вы застрянете в одном месте и не вырастите духовно, эмоционально, не станете зрелыми в Господе, потому что вы вините во всем свою мать или какую-то этническую группу. Я люблю наших военных и полицейских, но есть люди, которые во всем винят полицию. Мир — это жестокое место. В мире много злых людей и демонов. А вот почему мы не должны разделяться. У нас много проблем из-за того, что мы принадлежим какой-то деноминации или церкви. А ведь Иисус сказал, «Я пришел исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать с пленом освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». У Исаии в 42 главе, втором и третьем стихах, записаны удивительные слова. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленные не переломят, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Это пророчество о Мессии и его сострадании к нуждающимся. Я хочу обратить внимание на важный момент. Он говорит, «Трости надломленные не переломят, и льна курящегося не угасит». Вы скажете, «А что такое надломленная трость и курящийся лен?» Вы должны быть внимательны. Потому что это очень интересно. Во времена Иисуса вдоль реки Иордана росли камыши. Вы ведь знаете, как они выглядят? Во время праздников эти камыши срезали и делали из них флейты. Сегодня по всему Иерусалиму люди играют на таких флейтах. Это флейты из камыша. Они проделывают в нем отверстие, и получается флейта. Но вот в чем есть одна загвоздка, или, я бы даже сказал, проблема. Если эту трость надломить или неправильно срезать, она становится бесполезной, потому что не может издать нужного звука. Также стоит поговорить о курящемся льне. Что такое курящийся лен? Во времена Иисуса были масляные лампы, как и во времена Исаии. Люди заливали оливковое масло в лампу, а на носик ставили фитиль из льна. Но если не обрезать фитиль, то он начинает темнеть. И когда лен темнеет, то он начинает давать неприятный запах и дым. Там, где люди используют древние лампы, стены покрываются черным налетом, похожим на угольную пыль. Лампа горит, но вместе со светом дает и дым. Вот почему нужно обрезать фитиль, чтобы не было дыма. И вот что говорит Господь. Что означает «надломленная трость или курящийся лен». Надломленная трость — это жизненные шрамы, раны внутри. И Иисус говорит нам, «Если вас ранили, я не отвергну вас». Я не отвергну вас, потому что жизнь побила вас. Задумайтесь над этим. Возможно, вы не сможете издать тот звук, ради которого были созданы, «но я не выброшу вас», так говорит Господь. Это слово для кого-то, кто смотрит меня сейчас. Бог не выбросит вас, потому что вы надломленная трость. За 20 лет фестиваля Манны я лишь дважды получал слово знания. «Сейчас меня смотрит одна женщина из церкви. Вы пели в хоре. Господь говорит мне, что вы были лидером поклонения. Вы совершили ошибку, и вам пришлось уйти. Да, я ощущаю помазание». Враг сказал, что вам конец, что люди знают ваши проблемы, что церковь отвергла вас. Господь желает сказать вам, что надломленная трость снова запоет, будет поклоняться ему. Он не выбросит вас, как это сделали люди. Если вы обратитесь к нему всем сердцем, поступите правильно. Бог позволит вам снова поклоняться перед ним и петь ему. За всю историю фестиваля МАН я лишь дважды получал слово знания. Я не знаю, к кому я обращался тогда и сейчас, к кому я обращаюсь. Но Господь побудил меня сказать это слово, чтобы оно коснулось вас. Вы впали в депрессию из-за того, что не можете больше петь и делать то, что делали раньше. Но Иисус сказал, что он не отвергнет надломленную трость. Ваши травмы станут для вас уроком, но вы снова будете петь. Это слова от Духа Божьего. Для кого-то, кто смотрит фестиваль МАН сейчас. Я очень хочу, чтобы вы связались со мной и подтвердили, что это было слово для вас, потому что Господь желает, чтобы вы знали, что он еще не закончил работать с вами. Я ощущаю помазание и слава Богу за то, что оно пребывает на этом месте и среди его людей. Курящийся лен для меня означает выгорание. Масло горит, но свет темнеет и начинает идти дым. А что обычно делали люди в таких случаях? они брали фитиль и выбрасывали его. Может быть так? Нет. Как ни странно, нет. Они обрезали его. Помните историю о десяти девах? Они встали и подготовили свои светильники. Они обрезали фитили, убрали ту часть, что давало дым и оставили? Масло гореть дальше. Иисус желает сказать вам, «Я не отверг тебя, ты не безразличен мне». Ну и еще один стих, это Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Тут говорится вот что, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Слово обремененное на греческом языке означало «груз на корабле», а также «грузить что-то на животных». Здесь говорится о том, что вы загружены бременами, как грузовой корабль или животное, но он даст вам покой. В греческом есть несколько слов, означающих «покой». Самое популярное греческое слово означает «собраться с силами», «обновиться». Но слово, которое используется здесь, означает «избавиться от бремени». Иисус говорит, «Если вы несете тяжелые бремена, я дам вам покой». Я всегда думал, что здесь говорится о хорошем ночном сне, но и это тоже. Я закрою глаза и буду спать восемь часов в кряду. Здесь же говорится о том, что если вы загружены, он возьмет груз, возьмет вес на себя. Его иго простое, а время легкое. Даже библейские пророки впадали в такую депрессию, что просили у Бога забрать их жизни. В их числе был Илья, но Бог послал к нему ангела, который накормил его, дал ему покой. Он получил новый заряд и новое помазание, чтобы затем сказать слово против Иезавеля и продолжить свое служение. То же самое было и с Ионой. Наверняка вы помните эту историю. Если ваше сердце сокрушено, я хочу сказать вам кое-что. Первое, вы должны отдыхать в духе, а не только телесно. Восемь часов сна по ночам не помогут вам. Включите песни поклонения, проведите время вдали от заботы людей, поклоняясь Господу. Второе, отложите те вещи, которые мучают вас. И третье, забудьте о том, что позади, и тянитесь к тому, что впереди. Скажите себе, «Бог не отвергнет меня, Бог не закончил со мною, я еще должен сделать кое-что для Него». Многие нуждались в том, чтобы услышать это слово из отеля American Colony в Иерусалим. У меня есть особое предложение. Когда вы будете приобретать его, помните, это не только благословение для вас. Ваши финансы помогают нам выпускать в эфир нашу передачу. Кроме того, я побываю в новых местах в ближайшие месяцы. Я хочу, чтобы вы приехали в Кливленд на наши конференции. Вернусь к вам через минуту. Серия «Ефесиным в глубину. Стратегия воина». Уже доступна. Сегодня на фоне множества духовных конфликтов и сражений в это послание есть особая нужда. При записи этой серии был использован макет римского города и множество реплик вооружения римского воина. 12 часов учения разделены на 23 получасовых урока на 7 DVD-дисках. Все верно, 7 DVD-дисков. В этой потрясающей серии вы узнаете, как воссесть на небесах, как ходить верой и как выстоять в день злой. Четыре урока посвящены тому, как сражаться с четырьмя типами сатанинских духов, с которыми вы встречаетесь в своей жизни. Также вы узнаете, как написанное Слово Божие становится оружием под названием Меч Духов. Вы узнаете, как обновлять и восстанавливать свой щит веры и даже увидите разные типы щитов, которыми пользовались в Римской империи. Два урока научат вас, как уберечь свои ноги от тайных ловушек, расставленных сатаной. Четыре урока расскажут о битвах, которые пройдут в последние времена и стратегии поведения в разных ситуациях. Вы сможете применять это учение, чтобы одолеть врага в каждой сфере вашей жизни. Каждый предмет, всеоружие Павла будет представлен и подробно изучен. Но самое главное, я покажу вам, как использовать это защитное вооружение в вашей повседневной жизни. Эти семь дисков, 12 часов учения, 23 отдельных урока, доступно ограниченное время. Хочу выслать вам это учение Ефесиным в глубину за пожертвования в 95 или более долларов. Отправьте запрос по телефону на нашем веб-сайте, адрес которого указан на экране, или по почте, указав номер предложения EPH-132. Подпитайте свой дух. Я уверен, что эта информация точно преобразит вашу ситуацию, да благословит вас Бог. По моему мнению, серия о духовном всеоружии против умственных, целесных или духовных атак, которым подвергаются люди. Это самая важная серия за всю историю фестиваля Манны. Семь DVD с иллюстрированными посланиями. Мы потратили на сооружение макета и вооружение десятки тысяч долларов, чтобы показать послание к Ефесиным о всеоружии верующего. Пожалуйста, воспользуйтесь этим предложением, пока оно доступно. Вы узнаете очень много. Это учение изменит вашу жизнь. Мы очень рады возможности представиться вам это учение в программе «Фестиваль Манны». Теперь анонс. Мы едем в Фловуд, штат Миссисипи, с 22 февраля. Вся свежая информация о расписании наших поездок есть на нашем веб-сайте. Также в конце марта состоится наш грандиозный фестиваль воинов. Тысячи людей уже зарегистрировались. Вам тоже стоит поторопиться, чтобы точно стать частью этого мощного помазания, которое Бог будет изливать на молодое поколение. Говоря о молодом поколении, хочу упомянуть вот о чем. Во второй главе Иоиля сказано, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть, сыны и дочери будут пророчествовать. Когда мы говорим об этом, люди понимают значение этого слова по-разному. Одни говорят, что это значит проповедовать Евангелие или провозглашать послание. Другие указывают на то, что есть дар, который дает нам возможность принимать слова мудрости и слова знания, которые дают нам необходимую в нашей ситуации информацию. Третьи указывают, что есть учения, связанные с последним временем возвращением Господа признаками времени, явлениями природы. Я считаю, что это комбинация всех трех мнений. Поднимается поколение, которое будет смело провозглашать Слово Божие по всему миру. Бог восстановит в этом поколении дары Духа. Не потому, что они были потеряны или забыты, но потому, что ими пренебрегали. И третье, есть группа молодых людей, и это больше всего меня восхищает, которые любят учения о пророчестве. Именно по этой причине каждый год в апреле мы проводим международный саммит, где участвуют Джон Тункан, Билл Клауд, я, Джоэл Ричардсон, Марк Биллс. Почему мы это делаем? Потому что люди хотят знать, что будет дальше на основании Библии. Я люблю учения и проповеди, как и многие из вас. И больше всего меня интригует то, что я вижу молодых людей, детей, подростков и молодые пары, которые интересуются тем, чему учит нас Библия о будущем. Самое главное и прекрасное, Библия действительно расскажет вам о событиях, которые должны произойти. Будь то глобальные события, национальные, духовные, события в церкви, я очень благодарен всем партнерам нашего служения. Надеюсь, что вам нравится партнерский блок и партнерская страница с самыми интересными моментами из Израиля. Спасибо, что остаетесь с нами, я говорю это вам от всего сердца. Встретимся на следующей неделе. Будьте особенно внимательны к тому, чем мы с вами поделимся в будущем. Внезапно внутри вас, в вашем духе, возникнет искра жизни, а Богу не нужно очень многого, чтобы превратить одну искру в огонь. на следующей неделе. Продолжение следует...